Вести Карачаева, Черкесия Кавказ.РФ подготовит мастер-план развития курорта Домбай. Такое решение принято во время приезда заместителя министра экономического развития Российской Федерации в Карачаево-Черкесию Сергея Назарова. Замминистра вместе с председателем правительства республики Муратом Аргуновым и представителями Института развития Кавказ.РФ осмотрели территорию всесезонного курорта и ознакомились с потенциалом для его развития. На сегодняшний день, по моему взгляду, достаточно неплохо развита вся горная часть. С учетом того, что перспектива и строятся дороги, соответственно, в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать. Добавляются трассы еще, тоже республика строит, дополнительно расширяет трассы, приводится. А вот с этим поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что нам надо будет совместно сейчас сделать мастер планирования, Нарисовать перспективу, потому что много, соответственно, есть объектов незавершенных. Фактически, треть объектов незавершенных от общего количества, а вся инфраструктура, дорожно-дорожная сеть, она достаточно хаотичная. Потому что весь период этот постсоветский застроен был как попадая. Поэтому сделать новый генплан, соответственно, сформировать общественное пространство, убрать то, что тут незаконно. И тогда вид, в общем-то, будет достаточно приличный. И дальше смотреть, как его развивать в едином архитектурном стиле. Собственно, чтобы это было действительно привлекательно для туристов. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое с регионами в режиме видеоконференц-связи провел заместитель председателя правительства страны Марат Хуснулин. Участники мероприятия рассмотрели реализацию федерального проекта «Жилье» и ход выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках нацпроектов. Отмечено, что плановые показатели по строительству в Карачаевой Черкесии выполняются. Рашид Тимрезов отметил, что более 70 тысяч человек будут обеспечены жильем в новых микрорайонах Черкеска, в том числе граждане из многоквартирных домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно. В республиканской столице реализуется федеральный проект комплексной застройки жилых микрорайонов «Северный спутник». В совокупности здесь будет построено порядка 70 домов до 2039 года. Это более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря программе по переселению из сейсмически неустойчивого жилого фонда в Черкесске в этом году жильцы нескольких домов получат новое жилье. В прошлом году по этой программе переселено 190 семей. Приводить обветшавшие здания в порядок экономически нецелесообразно, и потому жильцов переселяют в новостройки в северном микрорайоне Черкеска. Об этом сообщил заместитель мэра города Заур Тугов. На сегодняшний день управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкеска проводится визуальный осмотр порядка 40 домов, расположенных на территории города Черкеска. После того, как при визуальном осмотре выявлены наличие сейсмонеустойчивости дома, заказывается заключение экспертной организации, которая уже дает свое юридическое заключение. В случае, если дом признается сейсмонеустойчивым или экономически нецелесообразным для восстановления, данный дом включается в постановление мэрии, подлежащим к переселению. Мэрия города Черкеска в декабре 2022 года дан старт к переселению жильцов и нанимателей многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, по которому на сегодняшний день ведется прием документов, заявлений, которые впоследствии будут выведены на комиссию уже для заключения договора мены с нанимателями и собственниками данных жилых помещений. В рамках реализации программы по переселению жильцов и нанимателей многоквартирных домов, которые попали в программу переселения, это те дома, сейсмонсиление которых невозможно или экономически нецелесообразно, ведется мэрия муниципального образования города Черкеска с 2020 года. На сегодняшний день практически реализована программа по переселению собственников и нанимателей семи многоквартирных домов. Эти дома расположены по улице Крайняя, 41, Октябрьская, 12, Октябрьская, 14, Крупская, 73, Зеленая, 42А, Демиденко, 155 и Даватора, 58. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов встретился с молодежью, активистами в сфере IT и цифровых решений. Прошла защита командных проектов в рамках программы развития цифровой медиакультуры, проектный подход и реализации федерального партийного проекта «Единая Россия. Цифровая Россия». Мероприятие прошло в Центре выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаевой Черкесии «Спутник». В рамках мероприятия состоялась презентация шести проектных командных социальных инициатив, способствующих формированию благоприятного имиджа Карачаевой Черкесии в цифровом медиапространстве. Выступив в роли наставника, Рашид Тимрезов в ходе презентации обозначил свое видение реализации заявленных проектов, а также заверил ребят в том, что они могут рассчитывать на полную поддержку главы и правительства региона. Я познакомился с шестью проектов, все очень важное направление. На самом деле, которое, в принципе, всю сверну, все жизнедеятельности наши сегодня, они, конечно, охватывают. Каждый проект по-своему уникальный. Я считаю, что все они должны рассчитывать на поддержку со стороны органов власти и лично мою поддержку. Республика приняла участие в командно-штабных учениях по организации и ликвидации природных пожаров и обеспечению противоповодковых мероприятий. Учения прошли в три этапа во всех регионах России. Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы, единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧАЭС на практике отработали вопросы взаимодействия и реагирования на возможные ЧАЭС, а также действия по ликвидации последствий прохождения весеннего половодия и тушения пожаров. Всего в командно-штабных учениях было задействовано 262 человека и 50 единиц техники. Во всех субъектах страны проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству, профессионалы и чемпионата высоких технологий, в котором принимают участие школьники и студенты средних профессиональных образований. Всего представлено 248 компетенций, актуальных и востребованных для каждого региона. В нашей республике чемпионат профессионального мастерства профессионалы проводится при поддержке главы и правительства республики с 17 по 31 марта текущего года. Он будет проходить по 13 компетенциям основного состава и одной компетенции юниора. Поведители региональных этапов встретятся в июне-июле этого года в отборочном этапе в Санкт-Петербурге, где будут определены финалисты. В Центре выявления и поддержки одаренных детей «Спутник», что расположен в Черкесске, прошел отбор ребят со всей республики для обучения по интенсивной программе «Театр без границ», благодаря которой школьники смогут освоить тонкости актерского мастерства. Информацию комментирует режиссер, преподаватель курса Анзор Имкуш. Для того, чтобы отобрать, выбрать детей, которые потом будут работать в этой профессии, это очень значимый такой период для их жизни. Плюс еще для того, чтобы они могли сами определиться, нужно это им или нет. Поэтому это очень важный такой, я считаю, шаг. Молодежь республики может принять участие во втором всероссийском конкурсе «Мой город, моя забота». Он направлен на создание благоприятных условий для социально-экономического развития территории страны с учетом мнения молодежи в формировании качественно окружающей городской среды. В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», к 2024 году в процесс благоустройства городов должно быть вовлечено не менее 30% активного населения. К участию в конкурсе приглашаются молодые граждане страны в двух возрастных категориях – от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет включительно. Жители Карачаева, Черкесии, как и России в целом, могут оформить вычет за медицинские услуги и сэкономить до 16 тысяч рублей в год. Оплатив анализы в предыдущие два года, можно подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. Необходимо приложить справку об оплате медуслуг. Проверка будет проводиться в течение трех месяцев. Для возврата налога на счет выделяется еще один месяц. Еще одно место для прогулок появится в республиканской столице. Благоустроенная аллея будет расположена на улице Даватора в районе регионального погрануправления. Работы там уже стартовали, старое покрытие демонтировано и совсем скоро начнется укладка тротуарной плитки. Общая протяженность новой общественной территории составит 158 метров. Украсят аллею 10 лавочек, урны для мусора, а также появятся малые архитектурные формы. А уютный теплый свет в вечернее время обеспечит 10 фонарей. Информацию комментирует ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкеска Руслан Джукаев. Руководством города было принято решение также за собственные средства муниципалитета обустроить данную аллею. Так как у жителей была потребность в этой аллее, то есть немало людей проголосовало за ее обустройство. Поэтому на данный момент ведутся работы по ее благоустройству. Первыми в списке благополучателей от этой аллеи являются студенты и жители данного района, так как у нас рядом находится колледж. В этом году и в следующем году у нас есть запланированные объекты, которые мы планируем обустроить. Это происходит путем участия в различных государственных программах, но у нас есть большие планы по развитию нашего любимого города. Завтра в ауле Хабес состоится торжественное открытие физкультурно-здоровительного комплекса, одного из первых на Кавказе, который построен благодаря социальной программе «Газпром детям». В торжественном открытии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Новый спортивный комплекс общей площадью 1916 квадратных метров включает в себя тренажерные и универсальные спортивные залы для игровых видов спорта, а также зрительскую трибуну на 80 посадочных мест. На базе ФОКа планируют проводить республиканские и всероссийские соревнования. На территории Карачаевского городского округа проходит первый этап общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на привлечение населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Жители Карачаевой Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Что для этого необходимо и куда обращаться, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Карачаевой Черкесии Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаевой Черкесской Республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения, или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. Продолжение следует... Увидела свет новая книга известного общественного политического и государственного деятеля. Публицист и поэта, первого в истории карачаевского народа ученого электротехника Исмела Алиева. Титанический труд, историко-географический очерк под названием «Хурзук» вышел в Москве в издательстве «Делибри». В книге Исмаила Ибрагимовича впервые за древнюю историю аула столь детально проводится описание его ландшафтов, его достопримечательности, древней, драматичной, а порой трагичной истории в контексте истории всего карачаевского народа. В книге имена и жизнеописания знаменитых жителей Хурзука. Хурзук – мое самое любимое поселение, потому что это отцовский аул. В Хурзуке я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца, мы проводили семью в Хурзуке. Поэтому это моя любовь. Потом к Хурзуку привязались мои дети, потом Хурзук полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к Хурзуку. У нас везде потрясающе красивые горы, но Хурзук – это его специфика в чем заключается? Вот с моей точки зрения Хурзук – это идеальный туристический центр. Идеальный, это не Архыз идеальный, а Хурзук и не Донбай. А я объяснил, Хурзук располагается, вот я широко использовал в книге спутниковые снимки. И вот если посмотришь сверху на Хурзук, то Хурзук находится в центре, откуда отцветляется во все стороны, с севера начиная и на юг, и так дальше, отцветляется прекраснейшие ущелья, неповторимые каждый по своей красоте. В связи с проведением демонтажа передающей антенной башни на улице Ставропольской, 18, в период с 16 по 20 марта частично перекрыта проезжая часть дороги по улице Чехова. Свыше 150 километров федеральных дорог в трех регионах Северного Кавказа, в том числе и Карачаево-Черкесии, защитят слоями износа. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. По заказу Фукул-Пордор-Кавказ обновят 9 участков автодорог, 5 на Ставрополе, по 2 в Чечне и Карачаево-Черкесии. Из них в 2023 году восстановят ровность и сцепные качества дорожного покрытия на 116 километрах, а в 2024 – на 37. На автодороге А-155, ведущей курорту Домбай в Карачаево-Черкесии, до конца 2024 года защитные слои устроят на 20-километровом маршрутном отрезке Кумыш-Ченгирик. Из них 10 километров введут в этом году. Депутат городского поселения признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Прикубанский районный суд уже вынес приговор в его отношении, комментирует информацию старший помощник прокурора Карачаево-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. Прикубанским районным судом вынесен приговор в отношении депутата у Дарнинского городского поселения Прикубанского муниципального района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 264 и частью 1 статьи 264 прим Уголовного кодекса Российской Федерации в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Как установлено в суде, в июле 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомашины, не справился с управлением и допустил ее опрокидывание. В результате чего пассажирам автомобиля причинены травмы различного характера, повлекшие тяжкий вред здоровью. Ранее он привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных противоправных действий и был лишен права управления транспортными средствами. Суд, приняв за основу доводы обвинителя, признал злоумышленника виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Одновременно суд лишил подсудимого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет 6 месяцев. В эти дни в Орле проходит первенство России по армрестлингу среди юношей, юниоров и девушек. В соревнованиях принимают участие около 700 спортсменов, в том числе 24 представляют Карачаево-Черкесию. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению из синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-15, в горах местами плюс 2-7, лавина опасна. В Черкесии днем кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 14 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.